Вот это мне прислали, вот это кружочками обвели, ну что я тут скажу, я не помню какой вопрос задали. Я вижу, что здесь дерево растет вместе с овощной грязкой. Согласны? Да. Здесь нету дерна. Согласны? Возможно даже ямка есть. Наверное, это может быть чеком нанесено. Непонятно это. А может быть это естественная рана? Ну похоже на человеческую. Если сельское, надо замазать. Вот это непонятное образование. Ну что я могу сказать? Самое главное, что я вижу, если это и раны не искусственные, а естественные, то ничего удивительного нет, когда вот это место морозом так долбанет, что с шансом, что дальше это дерево будет жить практически равно нулю. Вот это страшная рана вот этого. Где такой сажен добыли? Ну я прошу прощения, я тоже всем говорю. Дайте я прокомментирую, а вы посмотрите на вебинаре. Пусть я полюбуется. Ну полюбовались. А потом вот этим кончается. Вот. Письма не помню, где письмо. Ну и понятно, что довели. Уже когда перед этим состоянием все заставляет людей все это сдирать, даже не ведая, что творят. Викола. Это наш человек. Вот. Валерка Васильевич, у меня к вам просьба. Я у вас заказываю семена не первый раз. Сажаю. А их я дословно не знаю. В процессе просмотра ваших фильмов только иногда оболочить о том, как создавать сотенную сорту. Иногда. Но вообще вместе с вебинаров это уже не иногда. Я вам про многих рассказал. Сегодня я узнал, что абрикос жердель это черенок родом из Италии. Вот вы говорите, узнали. А как я могу дать рассол? Я сейчас сам от вас услышал, что он из Италии. Как? Конечно, что-то когда-то, когда-то, вот, во-первых, с этим я не согласен. Да, допустим, из Италии. Но жердель, жердела, это такое распространенное название. Это весь наш Ростов, Кубань. Сейчас скажу, где они там чаще всего бывают. Это Харьковская область. Это Херсонская область. Вот. И везде жердела или жерды. Это народная вещь, которая к нам попала, наверное, тогда, когда сотни лет, скажем так. А вот то, что черенок родом из Италии, да, он когда-то уже, знаете, если брать самые стародавние времена. Вот идет ледник. Вот за ним один год остудил всю землю. Идет ледник. Он захватывает область за областью. И вот, что, не важно, что росло на той же юг России плюс Украина, важно то, что там был ледник. Ничего не было. Италия, Испания, Средиземноморье, там был климат, как у нас в Сибири. Понятно, да? Наверное, все ушло в Африку. Потом ледник начал таять, отступать. Пошло. Где-то люди, знаете, как, почему спорят? Откуда абрикос родом? Дело в том, что солдаты брали у Кокурюк. Что-то надо было там, набил этот самый рюкзак. Он прошел через несколько художников. Везде бы плевал. Жевал-плюнул. И смотришь, пошло это. То ли Тибет, то ли Армянские горы, то ли Теньшань. Вот. Добрался, есть он еще у этих, не просто в Дальнем Востоке, а древнего народа у этих. Джурджений, якобы. Он уже был вот такой. Ну, по крайней мере, легенды такие ходят. То ли оттуда сюда шел, плевали косточками, то ли оттуда сюда. И вот считать, что жердель, как я могу родословно, если вы говорите родом из Италии, где-то кто-то написал. Но, еще раз говорю, если это и случилось, то тогда еще, когда 10 тысяч лет назад ледник расставил, и начал возвращаться. То ли человек выплевывал по пути, то ли птицы разносили, то ли в желудках этих же самых копытных. Он двигался, двигался, захватывая все новые территории. Но уверен, что уже цивилизованные времена, ну, конечно, не на Мелитопольскую цивилизационную станцию. Ясно, что это уже вряд ли это 20-й век. Правильно? Раз существовала Мелитопольская цивилизационная станция. Это уже... Почему я называю Мелитопольский? Это чисто формальность. На самом деле я сам этого не знаю. А слово Мелитопольский авторитет передает. Жердель Мелитопольская. А на самом деле это было сотни лет назад, а не в 20-м веке он попал на Мелитопольскую станцию. Вы меня поняли, да? И так каждый раз. Я практически ничего не знаю о прошлом. Вот для меня прошлое начинается... Вот, спасибо, этот самый, Слеву, Волжскую красавицу. Черносил прислал, допустим, мне Сычев. Ну, все, старею. А, Чернышов, значит, с Волги мне прислал. Садовод любитель прислал, допустим. Ну, все, уже забываю даже то, что знал. В общем, коротенькая только, коротенькая, коротенькая история. А, Дар Небес прислал. Вот, коротенькая история. Дальше ничего про это не знаю. А уж как у меня это было, как развивалось. Кто-то попал 20 лет назад, 30 лет назад. Я все вам уже рассказал. А то получается так. Для меня, а вы один из сотни из тысячи. Поверьте. Еще раз. Анатолий Виконов. Вы один из тысячи, для которого очень важно знать, откуда приехали черники. На что были привиты? Сколько раз перепривиты? В том числе, для понимания, насколько трудно тот или иной сорт поддавался климатизации. То есть, я пользуюсь семенами. А саму стыдно, что я не мало знаю. Поверьте, а остальным не стыдно. А остальные 999. Так, теперь средняя полоса, одна местная слива. Надо знать, кто папа, мама и бабушка. Помечури, правильно сказали. Вот. Кто над сортом работал, как он создавался. Все должно быть за документами. Я 20 лет зову ученых себе. Один Курдюмов. А Курдюмов, выпускник Тимирязевки. Это что, не авторитет? 15 миллионов экземпляров книг. Это что, не авторитет? А Курдюмов, неделю у меня прожил. Но он прожил-то неделю, а не 20 лет. Не будет вообще сюжета. Даже, как вы пишете, даже сегодня заплатить. Устал я. Все. Вопрос не ко мне. Историю надо знать. А кто против? А сколько я призывал это самое? Приезжайте. Рядом три этих научных станций. Было четыре, но Краснодарские закрыли. Ну, разве нельзя было все это, зная, что отстали на 100, на 200 лет? Может, уже навсегда отстали, если не это. Не включить меня в эту программу. На это вам не обида, говорит. Ну, черешу Бондара, как мог, рассказывал фотографии. Персик Хасанский раз пять рассказывал. Так. Ну что, время кончилось. Опять ни черта не успел. Ну-ка, нету тут что-то супер важного. Вот видите. Вот она, тимирязевка. Ничего не получалось. Однажды. Видите, сколько я пролистил. И все. А потом, бах, наш человек. Тимирязевка, наш человек. Ну, подробнее в другой раз. Опять жалюзовский абрикос. Так и называете. Теперь уже написано название. Видите, в очередной раз. Жалюзовский. Персики, персики, персики. Самые мазайки в мире. И никому ничего не надо. Колновидные и эти самые деревья. Так хочется это. По морде у вас это. Ладно, пропускаю в следующий раз, может. Сотни этих наименований санксов колновидных продают. А их в природе нет. Ни одного вообще на планете нет. Может, на Марсе есть? Ну, то вряд ли. Разве можно так врать? Вот так вот. Хватит всем ни и узам. Знаете, сколько это? Это маленькая часть того, что у меня есть. Последнее. Объявление. Сад пианиста. Черемушек. Пригодится Яногорска. В саду пианиста. Растут самые культурные, самые культурные сорта абрикосов. Железа Филипева. Пять сортов образцов. Сортов плебеев рядом нет. Эй, тебе ряду. Слышали? Сортов плебеев рядом нет. Из косточек именно этих абрикосов максимальные шансы, максимально дать крупноплодное потомство. Мечта ученых и начитанных садоводов. Собрали мы с пианистом пару тысяч косточек. Заметьте, это мой пащик. Это наш сад. Филипев. Тотеров, Чернобаев, пианист и Железов. Вот. Это все честно, все порядочно. Ничего с рынка, ничего с Крымом, ничего с Молдавией, ничего с Италией. Это пять человек, которые вырастили это чудо. Причем все вот так вот у нас перекрестилось. Все давно пообменялись косточками, черенками, саженцами. Вот так вот, пять человек. И вот они, пару тысяч косточек уникальных. Вот. Ну что, девчата, хотите я вам подарю сотню-две? А? Передайте кому-нибудь. Исаковой Ольге. Передайте кому-нибудь. Наталье Медведевой. Кандидат наук. Да я такая крутая. Вот там абрикосы-то не растили. Иначе это... Таких глупостями мы бы не занимались бы. Типа дикари вырастут. Ну что, передайте им как-нибудь, кто может. Мечта сбылась. Максимальные шансы дать крупноплодное потомство. Ни одного дикаря на сотни метров вокруг. Ну что, хватит на сегодня? А, вот и сад этого пианиста. Вот и пожалуйста. А? Красота, да? Позе Филиппева. Чудо, сказка. Вот. А теперь возьмем косточку и попробуйте вырастить ее с дикаря. Вам, чтобы вырастить дикаря, девчата, темряжики. Ольга с Наташей. С Натальей. Вам что надо? Взять эту косточку. Вырастить с нее потомство. Допустим, довести до плодоношения. Ну и лет шесть, пять-шесть лет. Так. Теперь. Она даст, допустим, на шестой-седьмой год уже, ну допустим, на пятый-шестой сотню этих, высшую сотню посадили. Косточек. Подождали пять-шесть лет. Получили ее культурное, но помельче. Вы выбрали самые мелкие из принципа, как раньше. Помните? Я говорю, из принципа, помните, как рванул тележку. Из принципа. И вот так же из принципа. Самые мелкие. Посадили. Еще пять-шесть лет ждали. Вот эти самые мелкие дали еще несколько сотен косточек. Вы опять еще пять-шесть лет. Караул. А там дикарей еще нет. Ну еще меньше. Ну будут и крупные. Такие же могут быть. Атаризм никто не отменял. Тогда вы еще пять-шесть лет. И вот уже, значит, дай вам Бог, много лет жизни. И наконец-то у вас получилось несколько деревьев с очень мелкими абрикосами. А не проще взять, с этой косточки вырастить, так, и радоваться. А дальше уже не выращивать с этой косточки. Дальше прививать. Все, друзья, мы закончили. Как я с ними разобрался? Вот. Оскорбления были страшные. Мы были в шоке. Понимаете? Все это. И сын, и брат мой Юрий. Так вы разделаться просто так по ходу. Как с идиотами. Как это с неспышленными. К посмели сказать, что деревья, веток лишних нет. Как посмели? Видите, с меня все еще это. Чуть у них злоба идет. Я ничего не могу с собой поделать. Никто не извинился. Никто хотя бы там на мировой не пошел. Знаете, у меня одна кончилась вот такая. Такая же история была с одним специалистом с Волги. Это ужас какой-то. Вот. Пришлось его выставить самым настоящим, этим самым, таким, ну, мягко говоря, недалеким. Я привел бы несколько примеров, вы бы щекнулись бы. Но уже когда он понял, что выглядит совсем уже непотребным людям, он берет, пишет мне письмо. Знаете как? Он не извинялся, нет. За все это самое, за оскорбление. Валерий Константинович, я услышал, что вы приболели. Вы уж выздоравливайте, пожалуйста. Все, вся злоба, все от меня тут же схлынуло. Все. Шесть фильмов, где я это самое, я взял, уничтожил. Хотя там было очень много полезного, только потому, что он там выглядел непотребным. Он просто, например, Валерий Константинович, вы слышали, приболели. Вы уж там выздоравливаете. Все сразу. А здесь взять, натворить такого, от тысячи людей ввести в заблуждение. Вот. По всем направлениям, всюду вот это. Как там было? Лучше не знать. Точка. Так, друзья. И в Мичурину еще обратимся. И ко всем обратимся. А пока разговор закончен. Вот. Я потом отдельно к этой теме. Вот. Видите? Ну, не удержался. Вот она. Висит. Груша. Лада. Как мне повезло, что она висит. И вот здесь, в этом месте, я потом покажу. И прививку. Я покажу вам дерево, которому первый год и второй год жизни. И вот они. Ветка отсюда пошла дикое. Вот дерево. От чего спасалось, я не знаю. Культурное начало убирать. Последний урожай, последняя груша. Но я потом со всех сторон. Здесь ученые должны быть. Любой факт. Когда-то кто-то скажет. Ребята, давайте вернемся к истории. Васкнил, совершил. Все это. Дискуссия кончилась не в ту пользу. Мы остановили развитие садоводства почти на 100 лет. Разве можно? Ну, не на 100, на 50, на 70. Из-за этого у нас садов нет. Кто-то должен это сказать. Меня не слышат. Все, друзья. Выговорился. Субтитры создавал DimaTorzok